Александр Ильич Приветствую! Наша сегодняшняя тема. С одной стороны, это история, но, мне кажется, это все еще современность. Вы знаете, мои студенты уже не помнят, я ухожу. Но это та история, которую, конечно же, нужно знать. И которую мы с вами, да, наблюдали. Как и все люди, о которых мы здесь рассуждаем, Борис Николаевич Ельцин – это человек-эпоха, символ эпохи. Роль, конечно, его в событиях, российской истории, 90-х годов колоссально, невозможно это отрицать, как бы к нему не относиться. Еще живы не просто люди, а целые поколения, которые наблюдали это все непосредственно. Главное, что делят всю эту судьбу и Ельцина, и нас всех остальных, кто тогда жил, на два периода, на до и после – это, конечно, распад СССР. И Ельцин был тот человек, который поставил жирную точку в долгом процессе, когда решалось, сохранится Советский Союз или не сохранится. И его воля, его активность, его вот эта пассионарность, энергия, она, конечно, тут была очень важна. Я постараюсь это показать. Родился Борис Николаевич тоже в переломные годы. Он родился 1 февраля 1931 года. Он почти ровесник Горбачева, что интересно, такого своего антипода. И для обоих этих деятелей становление пришлось на годы сталинские. Это очень тяжелые годы. Ельцин даже нельзя сказать, что еще горожанин. Это такое переходное состояние. Его родители работали на стройках того времени, такая барачная Россия, голодная. И Ельцин тоже ребенком голодал, говорит, есть, хочу, не могу. И однажды он пробрался в номенклатурный отдел распределителя, где были продукты. Он рассказывал об этом матери, что мама, я стану начальником. Несмотря на то, что он был родственник людей осужденных, в 30-е годы это было весьма распространено, он сумел поступить на строительный факультет. И в 55-м году окончил его. То есть это уже времена оттепеля начинаются. И молодой Ельцин – это человек, который отдает всего себя обществу, всего себя работе. Работает на износ. Естественно, и начальство довольно. Но, с другой стороны, он и душа компании. Заводила спортивных каких-то мероприятий. Вокруг него вечно молодежь. Он лидер. Вот там выковывались те качества, которые потом мы будем видеть, как говорится, на большом экране политики. Еще один интересный эпизод его юности, даже еще школьной. Он такой заводил, а вожак завел своих однокашников в глухие дебри. И они потерялись там. И он с гордостью пишет о том, что, несмотря на то, что мы все болели, потому что пили воду неочищенную, но я их вывел. Не знаю, он ли их вывел или просто их нашли. Но, во всяком случае, это не закончилось трагедией, слава богу. Но интересно, что Ельцин в своих мемуарах пишет об этом эпизоде, в таком, можно сказать, фундаментальном эпизоде в его психологии, как он действовал прямо с детства. Карьера молодого человека развивается стремительно. Он и знающий инженер, и умелый руководитель с такими, можно сказать, народными акцентами. Например, если рабочие плохо трудились, я приглашу тех, кто будет заселяться в эти квартиры, к приемке. Это не было принято в Советском Союзе. А тут рабочим стыдно, они быстро доделывают, прямо на глазах у будущих жильцов. То есть креативное, в принципе, очень поведение. И оно было отмечено сверху. В 1968 году Ельцин переходит на партийную работу. И сначала отвечает за эти жилищно-строительные программы в Свердловской области. У него хорошие кураторы, его друзья там в молодости. Потом и первый секретарь обкома отмечает этого товарища. И благодаря, с одной стороны, его действительным деловым качествам, таким административным, а с другой стороны, благодаря его хорошим отношениям с вышестоящим руководством, в 1976 году принимается историческое решение назначить Бориса Николаевича первым секретарем Свердловского обкома КПСС. То есть по нынешним временам, ну, по существу, губернатором. И Ельцин, засучив рукава, берется теперь за этот обширный участок и проявляет себя здесь двойственно. С одной стороны, он делает то, что нужно. Это все-таки времена застоя, стабильности. И поэтому здесь, в общем, не забалуешь особенно. Но Ельцин все время пытается показать, что он неординарен, что он не простой руководитель областной, а вот особенный. Ельцин постоянно генерирует какие-то инициативы. Например, берет и переносит совещание, которое должно происходить в Свердловске, прямо на стройплощадку. Вот чтобы поняли эти чиновники, как надо строить, встряхнуть их, чтобы они не спали, эти чиновники. Еще Ельцин по старым своим молодежным временам очень любил различные виды спорта. Потом он больше предпочитал теннис, а тут всех поставить на лыжи. То есть чиновники трудятся всю неделю, а тут у них законный выходной, но выходной нужно провести с пользой для организма. В здоровом теле, здоровый дух. И вот все за первым секретарем, кто спотыкаясь, кто с удовольствием, но идут на лыжах. Такой коллективизм даже на уровне быта. Конечно, удивительно об этом говорить о человеке, который приватизировал страну. Но действительно, Ельцин по своему характеру был истинный коммунист. Вот я нашел материалы, которые меня по-хорошему поразили, как Ельцин в 1981 году ввел инициативу о том, что рабочие должны коллективно отвечать рублем за то, как трудится бригада. Если у вас в бригаде все трудятся хорошо, повышенная премия, а если у вас один пропойца или какой-то дебошир, или кто-то опаздывает на работу, всех накажем. И Ельцин предлагает это распространить на всю страну. Надо сказать, что здесь на пути Ельцина встали советские профсоюзы. Они напомнили Борису Николаевичу, что вообще-то в мире так не принята коллективная ответственность работника за то, как действует другой человек, как они он сам. И мы подписали даже конвенцию, о том, что это недопустимо. Так или иначе, грянул 1985 год, начинается Горбачевский период правления, который потом войдет в историю как период перестройки. Но пока на заре ускорения. Это, по сути, авторитарная еще модернизация. Никаких демократических преобразований нет. А вот люди такого коммунистического, жесткого, требовательного склада, они очень нужны. И в ноябре 1985 года Ельцина переводят в Москву. А в декабре 1985 года он становится первым секретарем московского горкома партии. То есть, по существу, московский губернатор, столичный губернатор. Это, между прочим, заявочка может быть и на что-то более высокое, если он понравится Горбачеву и, может, вообще станет вторым человеком в партии. Ельцин уже привык создавать такой приятный имидж среди населения, что он радеет за интересы. Он родил за интересы свердловцев, и свердловцы это не забыли. Так и в Москве. Ельцин начинает разбираться с распределением. В Москве, конечно, всегда было лучше с распределением, чем в других регионах. И партии об этом всегда беспокоились, понимая, что недовольство в Москве опаснее, чем где бы то ни было. Тем не менее, Ельцин лично ходит по магазинам. Смотрит, нет ли где под прилавком не спрятано ли какого мяса. Если она ходит, то, естественно, устраивает разнос. Лично ездит в переполненном московском транспорте, вызывая, конечно, шок совершенно у пассажиров и открытые рты. Ой, Ельцин показывает, что лично он носит не какую-то зарубежную обувь, а обувь с фабрики Скороход. То есть такой вот народный руководитель в самой гуще, не боится общаться. То есть в смысле вот такого еще тогда не существовавшего в Советском Союзе пиара Ельцин показал себя как мастер вот этого вот возникающего жанра. Ельцин по рангу сразу получил почти пост кандидата в члены Политбюро. Но в Политбюро он все-таки еще такой начинающий. Там есть зубры покруче. И вот за реализацию партийных решений отвечал секретарь СК КПСС Егор Легачев. И он стал обращать внимание Горбачеву, что как-то не очень здоровым образом развиваются дела в Москве. А Ельцин отвечал не то, что даже оправдывался. Он сразу начал атаковать, что как-то нерешительно вообще идет перестройка. Мы обещали демократизацию, так нет никакой демократизации. Ну, гласность, да, она идет, но надо, может быть, смелее критиковать и современных руководителей, а не только там Сталина и Брежнева. Ну, намеки, может быть, и Легачеву пора покритиковать, раз он меня критикует. И вот эта вот борьба Легачева и Ельцина сначала Горбачева устраивала. Он любил балансы одного натравить на другого, другого на первого. И таким образом генеральный секретарь остается, так сказать, во главе процесса. Но в какой-то момент этот конфликт выплеснулся за пределы Горбачевского баланса. Речь идет об Октябрьском пленуме 1987 года. На нем Горбачев утверждал свой юбилейный доклад. Был юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Доклад этот ожидался, но он уже давно был согласован. И Горбачеву хотелось, ну, какого-то оживления в зале все-таки. Ну, я доложил, ну, кто-то должен как-то выступить. И он спросил, кто хочет высказаться, а, как рассказывает один из свидетелей, в этот момент Ельцин слегка задремал. Потому что доклад долгий. И в момент, когда Горбачев, так сказать, акцентировал вот это, кто хочет выступить. А Ельцин слегка задремал, он так дернулся и чисто инстинктивно поправил прическу. Он вообще, кстати, очень заботился к вопросу о том, что он понимал толк в имидже вот о его такой идеальной прическе. И Горбачев сказал, а, Борис Николаевич, пожалуйста, пожалуйста. И Борис Николаевич вышел на трибуну, и пока он шел, решил выплеснуть все, что накипело. И начал он выплескивать на Лигачева, а потом стал говорить, что вообще-то говоря, и не только в Лигачеве дело, а вообще у нас перестройка тормозится, и Горбачев это уже воспринял как атаку на себя. Но такое, конечно, не прощается. Ельцин осужден партийно за несвоевременное выступление, за амбиции, не справился товарищ, пытается переложить на других ответственность. И в ноябре 87-го года он был снят с поста, и его партийная карьера кончилась. И вот здесь важная развилка истории. Горбачев, в принципе, мог его отправить куда-нибудь, куда Макар Телят не гонял, куда-нибудь послом. Но Горбачев оставил Ельцина в Москве и со своим аппаратом в ранге министра, ответственным за строительство всей страны. Это достаточно крупная должность. Ельцин пересидел вот этот вот тяжелый для него период, но уже на 19-й партийной конференции попросил слово, и Горбачев дал, а мог бы не дать. И он выступил со своей программой, очень сложной. Видно, что там люди работали, и он один, его команда уже вокруг него, разных помощников. То есть по существу в Москве возник интеллектуальный штаб, такой вот ельцинский. И главная идея, которая запомнилась, что нужно уже руководителя этого государства выбирать прямым путем. Народ должен выбирать. Михаил Сергеевич привычно натравил Легачева на Ельцина. Легачев его раскритиковал, в том числе и за прошлые промахи, еще в Свердловской области. И реакция народа оказалась непредсказуемой. На митингах начинает звучать красивый, революционный лозунг Ельцин, Ельцин. Еще и фамилия тут такая укладистая, хорошо ложится в такую лозунговую среду. Уходят люди за Ельцина. Появляется такой вождь, появляется эффект популизма. Популизм – это явление, когда люди выступают за личность, что бы она ни говорила. Ельцин за справедливость. Это страдалец за народ. Новым столкновением и сражением стали выборы на съезд народных депутатов СССР, которые, собственно, и проводились по решению вот этой 19-й партконференции. И здесь Ельцин выдвинулся от самого трудного округа. Дело в том, что округа нарезались тогда неравномерно, и был округ равный многим округам. Это округ от всей Москвы. И он побил своих оппонентов и триумфально выиграл эти выборы. После чего, опять конструкцию Горбачев придумал политическую очень сложную, его, Ельцина, пустили на съезд народных депутатов, но не пускали в Верховный Совет. Это новое сражение, новая драка. Ельцин становится центром консолидации демократических сил, потому что видно, что для Горбачева теперь страшнее Ельцина, зверя нет. И таким образом получилась парадоксальная ситуация. Благодаря тому, что Ельцин постоянно оказывается в центре конфликта, на острие конфликта, неважно даже по какому поводу, он всегда сплачивает вокруг себя других политиков, более интеллектуальных, любящих рассуждать, сложные решения, неоднозначные решения. А Ельцина люди могут либо поддерживать, либо не поддерживать. И эти дебаты проходили на фоне грандиозных манифестаций, когда представители самых разных политических сил и юных неформалов, а вот ваш покорный слуга тогда принадлежал к этой генерации общественных деятелей, и статусных бывших коммунистов, которые вдруг вспомнили о демократических принципах, вот они все объединились, собирали эти митинги. Меня пустили на трибуну с большими видными деятелями высказать свои слова. И тут я увидел Ельцина. Его фигура стояла, возвышаясь над всеми, он такой очень мощный, достаточно высокий человек. Да, очередной раз толпа стала говорить «Ельцин, Ельцин, как колокол». Я сказал «Ой, Борис Николаевич, царем ведь вас скоро провозгласят». На что Ельцин посмотрел на меня сверху, выпрямился и сказал «Ну ничего, ничего». Я с тех пор так и не знаю, что «ничего». Ничего он не услышал, просто хотел быть любезным, или ничего, что провозгласят. Итак, Ельцин пробивается в Верховный Совет СССР, выступает как законодатель, становится одним из сопредседателей первой оппозиционной структуры парламентской. Была такая межрегиональная депутатская группа. То есть понятно, что он один из лидеров оппозиции, но он еще не единственный лидер оппозиции. Это очень важно. Был и Сахаров, но он умер. Был Афанасьев и Попов. Афанасьев показал себя скорее как интеллектуал, который не рвется в самый первый ряд. На следующих выборах, которые планировались, выборы в региональные органы власти, в Российский съезд народных депутатов, в городские советы, в региональные советы. Выбор был велик. И Ельцин подумывал, конечно, о Москве. А как же еще? Ее бы возглавить снова. Но были и другие предложения. Что может быть интереснее через Свердловск избраться на российский центр? Потому что этот российский центр до сих пор структура безвластная и мало кому интересная. Этот центр реакционеры могут превратить в такой оплот антиперестрочных сил. Вот этот сценарий, он оказался совершенно судьбоносным для нашей страны. Меняются и взгляды Ельцина в этот момент. Происходит довольно быстрый переворот к либеральным идеям. И вот, март 90-го года Ельцин избирается депутатом съезда народных депутатов РСФСР, то есть России. И в ходе ожесточеннейшей борьбы с перевесом в несколько голосов на Верховном Совете России он избирается председателем Верховного Совета 29 мая 90-го года. Затем, продолжая эту линию укрепления своей власти 12 июня 1991 года, год спустя после принятия декларации о суверенитете России, он избирается президентом России. Ельцин тогда произнес в 90-м году свою знаменитую фразу, она в разных редакциях бытует, но наиболее известная формулировка автономиям российским «берите столько суверенитета, сколько сумеете проглотить». Грубо, но правда, Россия хочет того же самого. Не ставил ли Ельцин вопрос о развале России? Нет, он не ставил, потому что его идея заключалась в том, что это все равно будет единая страна, Советский Союз, но автономии должны иметь свою долю суверенитета, мы свою, а Советскому Союзу Горбачеву мы оставим немного. Вот с этой линией он, как человек-таран, мобилизуя вокруг себя все силы и оказавшись центром вот этого демократического движения, развернул борьбу против КПСС. Из нее он торжественно вышел на 28-м съезде партии в июле 90-го года. Свободный демократический политик, лидер. Тут разверзлись хляби исторические и случилось ГКЧП. Государственный комитет по чрезвычайному положению, группа людей из окружения Горбачева отстранила его от власти, но во всяком случае по версии, которая потом стала наиболее распространенной. И задача, скорее всего, была так, пугануть демократов. Танки ввели в Москву, вот сейчас демократы испугаются, отступят, и мы найдем какой-то баланс более выгодный для цены. И Ельцин со всей своей энергией, со всем своим искусством пиара двинулся в массы, массы возмущенные этой попыткой Пуча, попыткой переворота. Он взобрал всякий Ленин на броневик, и оттуда зачитал декларацию, что это антиконституционный переворот, что эти люди, все должны быть вообще немедленно разгромлены и арестованы. И поскольку сами Пучисты капитулировали 21 августа, и вся власть в центре СССР оказалась в руках Ельцина. Советский Союз еще существовал, он ослаб, но его судьба висела на волоске. Горбачев все время толдычил. Вы можете взять любую автономию, любой суверенитет, но это должно быть единое государство. Но Ельцин и его коллеги понимали, что потом начнутся центростремительные тенденции, и Горбачев может многое вернуть, что сейчас потерял. И тогда 8 декабря 1991 года в Беловежской Пуще собрались Ельцин, Кравчук и лидер Белоруссии Шушкевич и заявили, что Советский Союз прекращает свое существование как геополитическая реальность. Ельцин из лидера, ну скажем, самой большой автономной части СССР превратился в суверенного президента независимого государства. И он начал проводить эти радикальные реформы. Он получил от съезда народных депутатов чрезвычайные полномочия на это. Некоторое время он даже лично возглавлял правительство. Затем он попытался передать эту власть своему главному экономическому советнику, руководителю экономического блока Егор Тимурчу Гайдару. И вместе они навалились на эти реформы. В чем они заключались? Первое. Либерализация цен. Теперь все могут торговать всем. Чем захотят? Простое решение? Простое. К концу года цены взлетели в 25 раз. Чековая приватизация. Каждый гражданин получил приватизационный чек на 10 тысяч рублей. Все считали, что много что можно будет купить, но на них купить было нельзя ничего. Свободное охождение валюты. Естественно, с одной стороны советские люди сразу получили гораздо большую степень свободы. Огромное количество людей пошло в торговлю. С другой стороны, конечно, иностранный капитал получил преимущество. И со всех сторон шла критика вот этого пути реформ. Радикальной либерализации, в том числе со стороны ельцинских соратников. Вице-президент Рудской, спикер Верховного Совета Хасбулатов, еще вчера лучшие друзья. А теперь Ельцин должен своей широкой грудью прикрывать эту команду реформаторов и на себя принимать все стрелы критики во многом весьма справедливые и убедительные. И вот Ельцин оказался очень сильной фигурой, потому что он не вникал в подробности. Мы ступили на эту землю трое, мы дойдем до конца. Мы пройдем через это болото, даже если там кто-то утонет. Мы должны идти вперед, никакой корректировки. И в конце концов вот буря разразилась в декабре 92-го года на седьмом съезде российских депутатов, потому что они потребовали к ответу это правительство, обещали распишитесь, год прошел, где результаты. И с этого момента Ельцин берет курс на распуск этого съезда, на ликвидацию вообще старой конституции, на разрушение старой конституции. Он рискует. Начали процедуру импичмента, он еле вывернулся, против него уже конституционный суд во главе с Зорькиным. Против него вообще-то говоря, большинство страны. Хотя и в 93-м году, и очень важную роль это сыграло в 96-м году, когда он переизбирался на должность президента, вот роль средств массовой информации. Журналисты почувствовали вкус вот к этой новой свободе и к этим большим деньгам тоже. Они были, конечно, тесно тогда связаны с капиталом, и они просто из информационного пулемета расстреливали врагов Ельцина. В результате итоги референдума в апреле 93-го года оказались для него неплохими. На конституционном совещании он попытался провести свой проект Конституции, опять не договорились, опять сложные консультации не для него, и в конце концов 21 сентября 1993-го года историческая дата, Ельцин распускает съезд народных депутатов, распускает советы на местах, провозглашает на 12 декабря 93-го года референдум по новой Конституции и сразу выборы в новую Государственную Думу. Конечно, оппозиция не согласилась, съезд не согласился, довольно широкие массы выходили на улицы Москвы, протестуя против такого нарушения Конституции. Как мы знаем, это кончилось трагически. 3-4 октября пролилась кровь, был расстрелян из танкового орудия, Белый дом горел, но с другой стороны судьба Ельцина в этот момент тоже висела на волоске. Ельцин не знал, кто его поддержит, кто не поддержит, он прорвался и через это. Но победив, он начал проигрывать. И начинается вот что называется осень патриарха. Развернулся кровавый, жуткий конфликт на Кавказе, война в Чечне с декабря 94-го года. Реформы проведены и увязли. И результат периферийный, как и предупреждали, полуазиатская такая вот экономика. В мире с тобой считаются, но в общем Россия воспринимается как страна дезорганизованная, экономически слабая. Ельцин начинает мучительно думать о втором сроке правления. Его авторитет упал по опросам до 4%, а он хочет новый срок, конструктивный. И тогда он идет со вторым дыханием на эти выборы 96-го года, будучи человеком уже очень больным, уже грузная фигура. Даже портретно был энергичный, ну и так сказать, пассионарный человек, теперь такой тяжеловес. Все-таки первый тур он проходит. В этот момент уже инфаркт, он не выдерживает. Скандал, передрались его сторонники по поводу денег. Знаменитая история с коробкой из-под ксерокса, которую одни вытаскивали с Белого дома, другие на этом их поймали. Но все-таки часть страны настолько не хочет возвращаться к коммунизму Зюганова, тем более, и побаивается другого конкурента Ельцина, такого националистического пассионария Лебедя, что в конце концов Ельцин с небольшим перевесом побеждает на этих выборах. Но править он не может. Он стар, немощен, ложится на операцию. Он передает власть новому поколению реформаторов, более молодым, Борис Немцов, Анатолий Чубайс. Они берут на себя вот этот новый этап реформ. Но так или иначе, страна в 98-м году налетела на мировой экономический кризис. Тут уж Ельцин не виноват. И в августе 98-го года разразился дефолт. То есть выяснилось, что денег в казне нет. И в итоге это вызвало такое грандиозное разочарование в стране, что Ельцин даже был вынужден пустить к власти того премьер-министра, которого не он выдвигал. Премьер-министром стал Примаков. Но как только Ельцин оправился от всего этого, мы увидели человека, который теперь, конечно, борется не за третий срок, а за преемство власти. И снова мощный напор информационных технологий на выборах 99-го года парламентских, дискредитация противников, расчистка пространства. Но понятно, что время уходит. Ельцин очень болен, двигается с трудом. И тогда находится в окружении Ельцина гениальный ход. Самое лучшее время для выборов сразу после думских выборов, так сказать, на волне, не прекращая по существу кампанию. Вот в этой обстановке Ельцин внезапно делает самый невероятный политический Новый год в истории современной России. Да, понятно, что скоро он уйдет, но никто не ожидал этих исторических слов. Я устал, я ухожу. Прямо сейчас. И выборы состоятся не в середине 2000-го года, а уже весной, в марте 2000-го года, мой преемник, мой выдвиженец, Путин, станет президентом России. Ельцин скончался в 2007-м году, удостоился очень почетных, торжественных похорон. Россия эволюционно развивалась от одной системы к другой, и во многом мы можем сказать, что и наша нынешняя жизнь, это жизнь все-таки в Ельцинской России с поправками. Мы имеем ту же конституцию с поправками, мы имеем ту же экономическую систему с поправками, поэтому кому-то нравится, кому-то не нравится, но все это наследие тех времен, когда Ельцин играл ключевую роль в развитии нашей страны.